Мы экономим очень странно, по правде говоря. Итальянцы используют деньги, которые они сокремляли, потому что стали безработными. Ну вот я понимаю, что итальянец на еде экономить не станет. Раньше мясо было очень дорого. 100 тысяч евро стоит резиновая лодка. Но это они, которые ты делишь. Привет, это онлайн-школа итальянского линго. Меня зовут Сергей Нестер. Меня зовут Винчетсо Санторо. И вы слушаете подкаст? Давай спросим у итальянца. Я слушаю итальянец. Ну, есть немножко. Ты знаешь, что у нас сегодня есть уникальная возможность сделать единственный в нашей истории грустный подкаст? Мы пока не делали грустные? Пока нам не получалось. У нас не получалось. Жаль, потому что я люблю такие грустные темы. А сколько грустные? Вообще грустные, да. О чем? Послушай, вот мы понимаем, что всех нас ждет, как ждет, он уже есть финансовый коллапс, но в конечном итоге, ты же понимаешь, что выходить из этого все мы будем очень долго. И вы в том числе, вы итальянцы в том числе, потому что понятно, что речь уже идет о каких-то безумных триллионах. Последняя цифра, которую я слышал, 3 триллиона евро. Я не могу себе представить. Они сказали, типа, 15% меньше на пыль. На пыль? Что за пыль? Пыль. Продукт интерно лордо. А что это такое? Продукт интерно лордо, это... А, я понял, типа... Продукция страны, да. Я понял, да, я понял, что ты сказал. Это, типа, валовое производство вот этого, да? Да. И обычно, ну, обычная ситуация, когда страна потеряется 1%, это уже катастрофа. Да, да, да. Прогноз, как сказали, меньше 15%. И в Италии это первый раз, ну, до, не знаю, сколько лет, что количество людей, которые безработные, они больше, чем... Чем тех, кто работает. Да. Ну, понятно, что всех нас ждет какая-то безрадостная история. С другой стороны, понятно, что все мы должны будем что-то предпринимать в связи с этим, да? Ну, да, да. То есть, и, вероятно, такое одно из самых понятных действий, которые мы совершим, мы все начнем экономить. Да. Но мне кажется, что... Вернее, как кажется, я уверен, что все мы начнем делать это по-разному. То есть, люди в России и люди в Италии будут делать это принципиально по-другому. Да, но если мы говорим про... Про что мы говорим? Ну, как... Про деле? Ну, как предложаться, как... Ну, смотри, давай так, давай так, поскольку вся эта жопа полностью нас пока еще не коснулась. Да, да. Давай так, давай просто вспомним, как было раньше. То есть, ну, смотри, любая нормальная... Окей, назовем так, любая нормальная итальянская семья делала это и раньше. Просто не такими радикальными, не в таких радикальных масштабах. То есть, грубо говоря, люди, разумеется, отдавали предпочтение чему-то в ущерб чему-то. То есть, понятно, что люди уже экономили, но в более как бы нормальных условиях. Я тебе спросил, ну, какую тему, потому что в последние шесть месяцев или больше итальянцы использовали деньги, которые они сокремляли, потому что стали безработными. Это большая проблема. Поэтому я не знаю, если на будущее, как они будут... Ну, смотри, давай так. А давай о прошлом. Вот на основе прошлого опыта. Вот на чем раньше экономили итальянцы и на чем они никогда не экономили? Ну, вот я понимаю, что итальянец на еде экономить не станет. Вот русский, например, станет, кстати. Да? Да. То есть, у нас, в принципе, люди начинают пересматривать буквально свою продуктовую корзину. То есть, выкидывать оттуда то, что раньше покупали. Я знаю, что для итальянца это будет последней мерой. Когда он уже просто там, не знаю, продаст обои соседи, тогда он начнет экономить на продуктах. Ну да, на продукты это не... Вот именно. А у нас это да. И причем это одна из прямо... Ну, например, если ты хотел делать ремонт дома, ты не делаешь. Если ты хотел покупать новую машину, не делаешь. Если, ну, в каникулы. Нет, каникулы это... Ну, например, не идешь так далеко. А, то есть, ну, все равно... Все равно... Да, ну, да. Я бы сказал, что как русские экономики не будут... Ну, сделать экономию на еду, итальянцы... Ну, да. Они могут отказаться, да, в такой ремонт, покупать новую машину и так далее. Но итальянцы про еду и каникулы, они не будут. Да, ты знаешь, мало того, я думаю, что в целом мы выглядим в этом отношении более странно, чем вы. Ну, то есть, мы экономим очень странно, по правде говоря. Вот я знаю, что... Ну, знаешь, у нас обычная история, когда есть студент, у которого нет ни черта, но есть последний айфон. Ну, предположим. А, конечно. То есть, мы, в общем, делаем это очень странно. То есть, наши взаимоотношения с финансами и, собственно, с экономией как таковой, они очень странные, на мой взгляд. Прямо мы делаем это как-то... Мне кажется, что ваш путь более правильный. Давай так. Давай я думаю на вашей стороне. Ну, в Идали тоже бывает, что есть, ну, группа два-три. Ну, у меня было в баре, на площадь Солерно, где все такие, ну, немножко, как объяснять на русском. А, папеньки и сынки? Да. Ну, они одевали все бренды, все... Золотая молодежь, у нас это называется. Да, да, да. Они не работали, просто деньги, которые дали. Понятно. А потом сидели в бар и, ну, там, три-четыре человека, например, ребята, что вы хотите? Двое суки ди фрукта. А, два стакана сока. Да. Да. Вот. Это бывает в Италии. Ну, это про историю, как студент по телефону. Со студентами телефона, да? Да, это бывает. Ну, надо показать. Поэтому я тебе сказал про каникулы. Даже если у тебя нет денег, ты постараешь, постараешь делать два-три, нисколько дней в каникулы, где не будет, потому что это как статус. Если ты не отдыхаешь, где не будет, люди думают, что да, он бедный. Видишь, какое равноправие сейчас настало? Сейчас никто ничего не думает. Да. Сейчас никто никуда не едет. Все равны. Да, да. Все здорово. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот я понимаю, что если, например, русский выбирал бы, да, то есть скорее всего… Я знаю, что вот лично я знаю как минимум несколько семей, которые реально ужались бы прямо в продуктах питания, то есть они стали бы экономить буквально на продуктах, но в нормальной ситуации, да, но в отпуск они поехали бы. То есть и поехали бы не в отпуск в России, но как минимум куда-то там в Турцию они точно полетели бы. Ну да, да. То есть понимаешь, да, то есть они реально сэкономят на продуктах ради летнего отпуска где-то. Я не думаю, что итальянцы так сделают. Это, знаешь, это как просто философическая идея, потому что тебе надо, ну, как узнать, ну, как решать, как ты хочешь жить. Если хочешь быть как веселый один недель в год или веселый чуть-чуть каждый день, понимаешь? Потому что если я буду, ну, экономия на продуктах, например, я не буду веселый человек. Я тоже не буду. И я тоже так сделаю. Я тоже никуда не полечу, но я не буду экономить на продуктах. Ну, вот абсолютно точно. Ну, даже я понимаю, потому что я живу в России, я отдыхаю в Италии, где уже есть море. И, ну, как я вернусь домой, и там в каникулы уже там готовы и ждут меня. Но я понимаю, если я был бы жить в Аркангелец, ну, не знаю. То есть ты говоришь о том, что если бы твои условия обычного пребывания были более жесткими, то возможно... Да, может быть, я или в Волгограде, где я жил, где мне очень нравится, но жить там каждый, например. Например, думаю, что, может быть, я бы сделал по-другому. Если итальянец покупает, предположим, вино, да? То есть понятно, что можно купить дорогое вино, можно купить дешевое вино. Вот когда он станет покупать дешевое вино? Ну, когда деньги нету. То есть он все равно станет его покупать. Когда студент, например. Вот я, например, не покупал бы вино, если бы у меня не было на него денег. Ну, вот, грубо говоря, я просто куплю или... Ну, понятно, как дорогое, нормальное или никакое. Ну, мы говорили про вино. В Италии ты можешь покупать вино за 4 евро, и он вкусный. Не нужно 40 евро. Ну да, у вас проблема менее очевидна, да? Да. Хорошо, а если бы итальянец все же стал бы экономить на еде, ну, предположим, да? Качеством чего он пожертвовал бы в первую очередь? Ну, если хочешь, ну, для корона, ты не сходишь в рестораны. С рестораном понятно. Слушай, ну, ресторан, ясно, что это такая статья расходов, от которой можно отказаться в первую очередь. Но если мы говорим именно о покупке вот продуктов, да, на каких продуктах можно было бы сэкономить? 50 лет назад, после войны, это больше чем 50, ну, 70, люди не покупали мясо, потому что раньше мясо было очень дорого. Сейчас ты пойдешь в супермаркет, и один стейк стоит 3-4 евро. Поэтому рыба, он стоит больше, чем, ну, морепродукты, креветки. Мне кажется, морепродукты вообще одна из самых дорогих. Да. Один из самых дорогих типов продуктов в Италии сейчас. Ну, там есть разница между, ну, как миди и моллюски. Ну, понятно. Миди вообще... Миди дешево, да. Да. Я покупал мешок за 2,5 евро прошлого лета. Да, да, это идея. Поэтому даже если ты хочешь покупать... Конечно, потом, если ты начинаешь говорить, ну, как дорадо, дэнтичо, или такой, ну, как пешеспа, да. Ну, да. Ну, рыба, да, он дорого. Хорошо. Мне кажется, еще, знаешь, очевидным каким-то способом сэкономить в Италии я вижу не покупку бензина. Потому что бензин у вас, конечно, не божеских денег стоит. Абсолютно. Абсолютно. То есть, если отказаться от машины, ты сэкономишь прямо до черта, мне кажется. Прямо до черта, до черта. Потому что страховка сколько в год стоит? Ну, тысяча в год. Тысяча евро в год. Да. Да. Бензин там литр евро-два, что-то в этом роде, да? Чуть-чуть поменьше, да. Ну, примерно. То есть, прямо до фига у вас расходов на машину. Ну, и потом есть боло. А, да. Еще... Ну, это вот не может казаться. Да, надо, надо, надо. А, именно на машину? На машину, да. А, да. И потом ревизионы. Ревизионы. Да. То есть, ну, да, это обязательный техосмотр, ты имеешь в виду, да? Я про такую тему, что я хочу сказать, что, конечно, ну, если мы не говорим про людей, которые серьезно бедные люди, ну, бедные... Кто серьезно решил сделать грустный подкаст? Да. Да, да, да. Подожди, подожди, ну, ладно, давай я брови домик раздвину. Нет, что это... Сейчас я тебе объясняю. Вот. Если мы забываем, что есть бедные люди, которые вообще не без дома, или нет еда, ну, есть не копейки для покупать еду, а, хорошо? Сейчас имеешь в виду разведенных итальянских мужчин? Да, типа, да. Окей, хорошо. Давай. Ну, потом все остальные в Италии, если ты хочешь жить, пережить, думаю, что это не так сложно. Потому что, например, еда, если ты, знаешь, выбрать, ну, хорошая еда, нормальная, обычная еда, ну, паста не так дешевая. Ну, это дешевле паста, помидор. Или, если ты покупаешь по сезону овощи, например, это не дорого. Помидоры не дорого, если по сезону. И даже одежду. Ты пойдешь в рынок, и там есть хорошее качество, если ты знаешь выбрать. Вот. Что я хочу сказать, что если ты знаешь, как делать, ты можешь жить более-менее нормально, даже если у тебя есть мало деньги. проблема, когда, что потом тебе не надо делать ничего. Потому что если хочешь пойти в кино или в ресторан, вот, ну, начинай сразу тратить все деньги, которые ты сохранял. Хорошо. Давай эксперимент. Представь себе, что ты живешь в Италии, и у тебя есть, там, 400 евро в месяц, например. Ну, у тебя 100 евро в неделю. Что ты не станешь делать? Дома у меня есть. Ну, пускай да. Аренда. Хорошо. Предположим, что дом у тебя свой. Мне нужна только еда. Ну, я не знаю, что тебе нужно. Вот у тебя... Жилье у тебя есть. Хорошо. Жилье и надо платить налоги. Ну, как коммунальные, все такие. Нет? Нет. Предположим, нет. 400 евро. Ну, нормально. То есть тебе ни на чем не придется экономить тогда? Или придется? Нет. 400 евро в неделю более-менее могу. Если я живу один, если у меня нет девушки. Потому что, конечно, если девушка, сразу 400 евро нами. Хорошо. Давай ухудшим твое положение. Предположим, все-таки за квартиру тебе платить не нужно, но коммунальные платежи ты платишь. Ну, это... Это 150 евро примерно, да, получится у тебя? Да, но это начинает быть ненормально. Хорошо. Когда стало ненормально, от чего тебе придется отказаться теперь? Ну, смотри, у тебя есть 400 евро, из которых мы отняли 150. Ну, примерно, грубо говоря, у нас осталось 250 евро. Что ты будешь делать? Ну, кроме покупать едой, ничего. Могу только покупать едой и все. То есть ничего у тебя по большому счету не останется? Бензин, ну, как я буду... Это 10 евро в Италии за бензин, это минимум, который ты делаешь, это... Это 5 литров бензина. Да, это 5 литров бензина, представляешь. Вот. Потом, как телефон, обычно ты платишь, ну, как 7, 8, 9 евро за месяц. Обычно, ну, так. Интернет дома стоит минимум 25 евро, 20 евро. Интернет дома. Дорого, кстати, интернет у вас стоит. Да, да, дорого в Италии. И он еще к тому же хреновый. Да. Да, интернет ваш ужасен просто. Поэтому это начинаю не делать интернет дома, например. Ну, просто с даты. Да, кабельное телевидение, то есть на Netflix и прочее, прочее. Да, Netflix я не знаю, сколько стоит, потому что у меня нет такой абонемент. Но думаешь, да, не могу как... Да, это будет экономия, конечно. Не буду в ресторанах. Могу есть пицца, потому что пицца это 5 евро. Но не буду в такой пицце гурме. Буду есть только пицца без фритти алиницио. Ну, без... Да, 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 я понял. То есть самые простые. Пицца-бир 10 евро, все. Хорошо, скажи. Ну, понятно, что вот, например, моторину, да, он же жрет, ну, как скутер. Да, скутер, да. Он же жрет, бензина мало в целом. Бензина мало, но там строковка стоит... Я к тому, что, а бывает так, что люди, например, чтобы сэкономить, отказываются, например, от машины в пользу скутера. Ну, просто потому, что его... Ну, все равно его техническое обслуживание не такое дорогое. Наверняка страховка дешевле, бензин дешевле. Ну, то есть, в общем-то, средства передвижения крутого, мне кажется. Да, но смотри, где ты живешь. Потому что, нет, это не... Не сэкономишь на это? Не совсем. Я думаю, ты не чувствуешь большей разницы. Супербольшая разница нет. Потому что, если у тебя семья, моторину больше ничего... Нет, конечно, конечно, я имею в виду, когда это возможно. И живешь в городе, тебе не нужно ни моторину, ни машина, тебе ничего. Ну, я тебе уже рассказал. Город, как Салерно. Ну, это типичный итальянский город. Тебе нужно свое... Ну, смотри, ну, если ты даже живешь, условно говоря, за городом один, то, в общем-то, у тебя есть два варианта. Или автомобиль, или моторину. И ты можешь выбрать моторину просто, чтобы экономить. То есть, чтобы это стоило тебе дешевле. А смотри, как за городом ты живешь. Потому что, если дорога не очень... Ну, не пятьсот километров, понятно. Ну, там, не знаю, двадцать. У вас же все, в общем-то, не так далеко, как у нас, кстати. Ты можешь делать. Ну, есть дождь в Италии. А, да? Да. И холодно. Потому что моторину ты чувствуешь больше, ну, колочная машина. То есть, больше зависит от погоды. Ну, да. Поэтому ты начинаешь, ну, когда зимой, когда дождь и дождь... Подожди, мы сейчас должны вас пожалеть, наверное, в этом месте. Когда у вас зимой, когда дождь. Не, потому что я понимаю, что в Италии думают, что в России всегда холодно. Но даже россияне думают, что в Италии всегда солнце. Нет. Да, но если мы даже возьмем там количество солнечных дней в году, оно будет каким-то подавляюще огромным по сравнению с нашими. Приезжаешь в Италию, и смотри, даже на юге много дождь есть осень. Зимой у вас, кстати, идет дождь очень часто. Замена снега, я так понимаю. Да, конечно. Конечно. Поэтому, если у тебя есть скутер, куда ты идешь? Ну, если ты живешь в Милане или в Риме, ты делаешь это. Вместе в машине ты водишь скутер. Ну, там другой мотив, там парковка и трафико, да? Да, да. За трафико и парковка. Потому что они покупают такие большие скутероны называются. Кай, я знаю, которые с музыкой, веселые вот эти вот, да? Нет, музыка нет. Это только в России есть скутер с музыкой. Нет, нет, подожди, подожди. Нет, нет, нет. На секунду. На секунду. Сейчас мой очерик. Ты видел? Он был из России, который путешествовал в Италии. Сто процент. Потому что мы в Италии пойдем на скутер, на Арлей Девинсон с музыкой. Если Дев, это один чувак, и все. Ты его знаешь? Я знаю, его зовут Иван. Ладно, хорошо. Это мы, окей. Да, это вы, ребята. Это ваши специальные. Нет, я правда, кстати, в Италии видел этих людей. Возможно, они были каких-то других националистов. Ну, это не, ну, знаешь, как Петербург, как, ну, как сразу, когда солнце, есть такие ребята с скутером рядом на проспект, ну, на Невский проспект, где спас на крови. Ну, они стоят там, и ты можешь, ну, как, ну, вокруг города, ну, в Италии... То есть все те три дня в году, когда в Питере есть солнце. Да, 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 он там. Вот, но в Италии нет, в Италии нет такой ситуации. Мото – это серьезная для итальянцев. Понятно. Типа мотоцикл – это серьезное видео. Да, да, да. А давай так, мы поговорили о том, когда все плохо. Но, знаешь, бывает... Извини, но мы недостаточно грустные, думаю, э? Недостаточно грустные? Да, надо поработать над собой. Да, миссионис. Давайте на ногу наступлю. Хорошо. Ну, смотри, бывают же случаи, когда... Ну, как бывают случаи, они, конечно же, есть. Когда, по сути, ситуация выглядит неудручающе, но все равно плохой. Это когда вокруг ситуация экономическая нехорошая, но у человека деньги есть. И теперь он боится их потерять, то есть он пытается их во что-то вложить, то есть сделать так, чтобы они не обесценились, чтобы... Ну, то есть чтобы что-то компенсировать свои потери от вот этой экономического хаоса вокруг. И я заметил, что здесь мы с тобой разговаривали до этого подкаста буквально на какую-то похожую тему, и мы сошлись во мнении, что, в общем-то, мы ведем себя примерно одинаково. То есть любой здравый, как ему кажется, россиянин при наличии свободных денег в случае любого какого-то, знаешь, такого экономического шухера бежит покупать квартиру. Да. Да, то есть у вас это называется инвестире сульматон. Эзакто, эзакто. То есть как это, инвестировать в кирпичи. Кирпичи, да. Да, да. Мы ведем себя абсолютно так же. Да, да. Ну, это наши традиционные типы. То есть я даже в какой-то момент понял, что у вас, наверное, еще более актуально, чем у нас. И до этого, ну, я бы сказал, что раньше люди сам строили свой дом. Ну, раньше у нас и сейчас это абсолютно... Ну, даже сейчас чуть-чуть поменьше. Но когда у тебя есть короче денег, ты покупаешь землю, и потом там ты... Строишь дом. Строишь дом, да. А теперь это кажется тебе странным? Нет, чуть-чуть поменьше, потому что всегда поменьше людей есть. Ну, это было раньше, была такая идея, потому что когда ты, ну, поколения, которые родились после Второй мировой войны, у них серьезно были бедные. Серьезно бедные. Как... Ну, кроме еда, ничего. Давай говорим так. Кроме картошки. 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 Даже в Италии мы... Ну, я нет. Ну, мои родители, например. Пасте-патате, пасте-патате, пасте-патате. То есть паста с картошкой? Да. А есть паста с картошкой? Да. Это традиционный, очень вкусный блюдо. Никогда не попробовал. А сейчас никто не готовит? Нет? Я готовлю. Паста с картошкой? Да. Блин, дашем рецепт. Я нет, я не готовлю. Очень вкусная. Окей, хорошо, да. Там даже не сколько рецепт с картошками. Пасте-патате, т.к. ла провола. А, да, с сыром. Да, да. Это традиционный наполитана, компана. И даже паста с... как... бобы? с фасолью, с бабами. Потому что они недорого. С этими понятно, эти я готовлю. И что делали такие, кто родился в такие времена, кто бились в такие времена. Потом были Яннио Танта. В 80-е годы. И они зарабатывали деньги и для показания, что они... Что жизнь наконец заиграла в новой краске. Давай, Богу, земля. Давай делаем наши здания. Ну, два, три этажа. Вот так. Подожди, а сейчас в Италии разве так люди не делают? Мне кажется, что ты сейчас описываешь нас сегодняшних. Ты знаешь. Я мало людей знаю, которые сейчас есть 35-40, у кого есть достаточно денег для покупать землю. Просто, знаешь, у нас сейчас в этом нет никакой странной идеи. Слушай, я весь такой странный решил построить себе особняк в Подмосковье. Это странно? Нет, не странно. Это... В Италии уже стало странно, необычно. Не, знаешь, у нас, если ты... Потому что, извините, это старая идея, что... Это как люди из деревни делали дом и остались у дети. Сейчас наша идея, это как, если у нас есть деньги, ну, как просто использовать все деньги, которые у нас есть, и умирает бедный. Ладно, о домах и квартирах мы с тобой поговорим позже, да? У нас есть отдельная тема, да? Вот. Идея такая, ну, как... Поменяли все... Хорошо. Давай так, предположим, что нашлись... Давай так, давай будем надеяться, что есть люди, все-таки, у которых деньги остались. Да. Да, сейчас. Да, сейчас. И они хотят... хотят как-то ими распорядиться. Ну, не хотят их оставлять в виде просто вот счета в банке, хотят за них что-то купить, чтобы их, собственно, эти деньги как-то, ну, спасти, спасти, сохранить. Окей. А что, кроме квартиры дома, они еще могут купить, чтобы это сделать? А что можно покупать? Ну, почему? Кто-то, например, может быть, быстрее купит себе там автомобиль, еще что-нибудь. То, что хотел, но вот понимает, что деньги есть. А, и давай куплю сейчас. А, твой вопрос, что если люди сейчас есть деньги, что они бы покупали? Да, чтобы они покупали. Ну, смотри, в вашем случае, например, можно закупить что-то более ценное, чем автомобиль. Ну, не знаю, там, рыбацкий катер, бог его знает. Ну, что-то, что позволит тебе в конечном итоге... Давай говорим так, про очередь. Если я представляю, что я начинаю делать всегда больше денег, побольше, 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 по очереди, это как дом, машина, мото, мото, машина, дом, ледка. Повторяю несколько раз, это несколько машин и пару домов. Да, типа, да, ну, и резиновая ледка, ледка... Подожди, что это за статусная вещь? Резиновая лодка, прости, дружище. Ты знаешь, что ты можешь покупать резиновую лодку за 100.000 евро? Слушай, я тебе представляю, прости. Резиновая лодка, это, знаешь, такое, типа резиновая лодка, палатка и рыбацкие сапоги. Не, потому что у вас есть такая идея. А у меня есть друг, который покупал... Нет, он сам... Резиновую лодку премиум класса, давай вообще переназовем. Да, да, он стоит как 100.000 евро. 100.000 евро стоит резиновая лодка. Да. Да ладно. Резиновая лодка 100.000 евро. Ну, это они, которые ты делаешь... Понимаешь? Это почти так смешно, как ты показываешь. Ну да, ты меня не понимаешь. Я тебе говорю, это как я поймёт. 20 метров, 20 метров, и она идёт 150 километров на воду. Удивительное приобретение, слушай. Чувак, загуглить. Хорошо, слушай, а Феррари из печенек у вас нельзя купить, нет? Ну, возможно, да. Возможно? Возможно. Покупатели те же люди. И гоммоне. Гоммоне. Это резиновая лодка. Гоммоне. Спортивный. Блин, прикольно. Я хочу, да, но я... Понимаешь, понимаешь, ну как... Если ты хочешь спортивной машины, ты покупаешь Феррари. Если ты хочешь спортивной лодки, ты покупаешь резиновую лодку, потому что он очень быстро идёт. Это не такой... Ни черта себе слушай. Ты не знал об этом? Нет, я не видел таких. Может, я не знал, что на резиновую. Ты был в порт? Ну, конечно, был. Но я... Слушай, мне все лодки там казались какими-то, ну, знаешь, там, из чего они там, так-так-так, из чего-то твёрдого. Ну, конечно, такие резиновые лодки, они сейчас из фибра карбона. Так, да, из карбона, да? Из карбона. Из карбона, так, и потом есть такие большие сарсички. Сардельки. Да, окей, хорошо, пускай так. Понимаешь? Там очень как современные две моторы. Два мотора, да. Два мотора 150 кавалли. А, 150 лошадиных сил. Да, это просто... Да, да, просто резиновая лодка звучит, знаешь, сочетание резиновой лодки называет совершенно другие ассоциации просто. Я могу говорить, например, типа, с моими детьми я играю с гомбоном. А, то есть с твоими детьми ты играешь с резиновыми... Да, но дальше могу говорить, ну, как я купил гомбоном. Но это не значит, что пойду в спортмастер, ну, не знаю, я их покупаю. Хорошо, скажи, а если ты скажешь о компратом гомоне, это автоматически значит, что ты купил крутую лодку, да? Или все-таки может, такую, которую мы... Смотри, как я выиграю. А, вот как. И где я говорю об этом. Если я пью мартини на берегу и говорю, я покупал гомоне, это... Значит, вот. Гомоне. Да, да. Это... Интересно. Это серьезно. Я об этом не знал, да. Мне нравится, да. Я вспомнил про чувака, который выпрыгнул с корабля. Помнишь, мы разговаривали об этом? Про... Про... Смотри. Мы когда... У нас была какая-то тема про советского гражданина, который спрыгнул с корабля, чтобы убежать из Советского Союза. А, да, да. Смотри. Я вспомнил, кто это был. Я сейчас вспомнил, кто это был. Короче, он прыгнул с океанского лайнера, который назывался Советский Союз. Ого. И это был океанолог. Окей. Да, да. Я просто... Я сейчас как раз мы с тобой разговаривали. Я в прошлый раз забыл, кто же это был. Да. Это был советский океанолог. Мало того, я тебе просто сейчас интересную историю специально для тебя расскажу. Ты любишь такие штуки. Пока я не забыл. Короче, смотри. Он думал, что... Вернее, как? Он задумал побег из Советского Союза, чтобы с корабля в нужный момент, соответственно, спрыгнуть и доплыть до Филиппинских островов. Окей. Он посчитал, что доплыть ему надо 18 километров, а по факту казалось, что 100. Ага. Да, то есть он как бы 12 метров с него там сиганул как надо, проплыл 100 километров вплавь, где его, соответственно, повязала филиппинская полиция. У него не было ни паспорта, ни черта. Ага. Да. Фактически он сбежал с Советского Союза. Ему дали 10 лет тюрьмы условно, заочно, за измену родине. Представляешь? Тюрьме где? В Советском Союзе. Его осудили заочно. А, конечно. Он там дистанционно. Как сейчас решается по зуму осудили, понимаешь? И был too much осудили. Да, да. То есть, понимаешь, вот сейчас мы сказали, что его осудили по как-то иначе. И вот ему дали за это условных 10 лет. После этого он еще книжку написал о том, об этом вот, собственно, бегстве. Вот. Такая интересная история. Представляешь? Круто. Да, так что вот это к разговору о лодках слишком долго вышло. Ну да. Да. Хорошо. Кроме лодки, в общем-то, что еще бы такого можно было приобресть, если уж совсем остались деньги? И как 3 миллиарда долго евро вас не тяготили бы. Идея такая. Если у тебя есть деньги, смотри, если ты молодой, сингл, ты покупаешь, ну как, машина, летка, мото, все такие дела. Если у тебя есть семью, ты покупаешь второй дом. На море или на горах. А наша дача? У вас есть дача, да. У вас второй дом. Да, у нас есть второй дом. Поэтому так. То есть, по сути, все равно это недвижимость. То есть, человек вложил бы эти самые деньги либо в какой-то дорогущий девайс, если уж совсем денег некуда девать, да, то есть, либо в все-таки в недвижимость. Я просто думаю, что для вас это какая-то, вот, по крайней мере, по мотиву нашего последнего разговора на эту тему, мне показалось, что у вас это вообще единственный какой-то способ инвестирования. То есть, в принципе, ты знаешь, что в России сейчас модно покупать акции? У вас покупают люди акции? Вот Apple, Amazon и так далее. Я думаю, что нет. А сколько лет есть люди, которые покупают такую акцию? Как мы с тобой? А, ну, молодые, да. Я бы сказал, да, что они покупают акции, криптовалюты, биткоин. Ну, биткоин уже не покупают, ну, как не покупают, но уже это стало менее актуально. Но вот я знаю, что... После криптовалюты, да? но вот покупка акций сейчас такое модное веяние, знаешь, я лично знаю людей, которые... Я не покупал акции, ни Apple, ни Amazon, ни прочих разных, но знаю людей, которые это сделали. и... Ну, может быть, покупать акцию Amazon, это неплохая идея, потому что... Я просто думаю, что вы так не делаете. Вот мне кажется, что это противоречит вашему мировоззрению. Смотри, в каком сфере ты работаешь, потому что у меня есть друзья, все мои родные друзья, хорошие друзья, как сказать? Близкие друзья. А, близкие друзья, да, конечно. Они более-менее, как я, ну, или преподаватель, или работают... Блин, все преподаватели? Не, ну, как сфера для студий гуманитарий. А, я понял, они гуманитарии, сказали бы у нас. мы все такие, понимаешь, кто преподаватель, кто работает в школе, у кого преподают театр, гуманитарий, и они не покупают тактии. Я понимаю, потому что даже мне не нету. Я даже знаю причину. Вот. Окей. Ну, есть по сторону, как моя сестра и свои, как друзья, пары, вот, и так далее, они все учили экономической школы в Бокуне, в Милану. Понятно. Им надо. Понимаешь? И когда я, ну, как за столом с ними, ничего себе, за столом с ними. Ничего себе, ты видишь? Да, потому что я русский занимаюсь. За столом с ними, да. Я русский занимаюсь. Занимаю. Это хуже. Занимаю, это, знаешь, одолжаю русский. Да? Да, да, да. Занимаюсь русским. Вот так. Ну, молодец. Все равно хорошо. И скоро, на 3-4 сезон будет приказано. Нет, ладно. Подожди, ребят. Красавец. Все хорошо. И тогда я за столом с ними, они всегда говорят про криптовалюту, я покупал это, инвестирую. Тебе хочется уйти в этот момент. Да, ребята, что я говорю? Да, они все делают как инвестиции. Инвестиции. Инвестиции в такие апы, стартапы, все такие. Ну, это в другой мире, но они молодые, ну, моего, ну, 35-40, ну, они делают такие. Я, я не сколько раз хотел делать, ну, просто не знаю, как начать. И, или надо просто верить людей. Да. и отдать, ну, как, смотри, это 100 евро делаешь. Продайте мне кусочек Apple, да? Да, но не знаю. Что, что еще возможно делать, Виталий, это покупает золото. 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 Покупает золото, это, ну, как лоро, элоро. Вот. Золото, это золото, да. Поэтому не знаю людей, которые делали, но, например, когда, если ты хочешь делать хорошие подарки, когда крещение, баттезимо, да, подаришь как золото. А в каком виде, как что, как кусок? Там есть один паунд. А, я понял, то есть там какой-то, ну, я понял, это монетка такой, да? Монетка, да, она стоит 350-300, 30 евро, и ты подаришь вот такой или маленький кусочек, ну, лингот, то называется, доро, маленький, как Дзио Паперлионе. Я понял, да, я понял, маленький, как, да, у нас такой есть, как юбилейные монетки называется, да. Вот, ты и сохранишь такие, потому что золото, когда нужно, ты можешь продаётся, вот и так делать. Я так делал, и зарабатывал типа 1000 евро. Зарабатывал? Зарабатывал, потому что интересный способ заработать. Ну, потому что у меня нету, а потом продавали, да, 1000 евро. Класс. Ну, я продавал все золото, которые мне подарили на батезе према коммунона. вот так вот, и потом улетела в Аргентине. Вот, ты когда спрашивал про близкие друзья, да, вот, забавная штука в языке, да, у вас соседи называются вичинь, то есть близкие. Да, мы не говорим о том, что кари омичи, дорогие друзья, мы близкие. Интересно, то есть у нас соседи близкие как-то странно, ну, то есть у нас как-то близкие друзья имеют совершенно другой смысл. Да, да. А в России, например, ну, в Италии, когда у нас есть деньги, да, мы как используем что-нибудь крутое, мы покупаем машину, мото, или, ну, как ледка, а вы что покупаете? Типа, знаешь, гатто дель ниви, что покупаете? Тройка, 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 что вы покупаете? Что-ли, будут кататься на лыже очень быстро? Очень дорогие лыжи, знаешь? Да, да, что покупаете, ребята? Слушай, ну, смотри, давай так, мне кажется, что мы в этом отношении, я не считаю экономически развитыми странами, ни Италию, ни Россию, да, поэтому мне кажется, мы ведем себя, знаешь, так, как цыгане, примерно одинаково, то есть мы покупаем, если ты, как бы, условно богат, ты покупаешь двушку в Выхино, если ты реально богат, ты строишь, как ты говоришь, вот коттедж по Москве, если тебе совсем денег некуда девать, вряд ли у нас, кто-то подумает о дорогой резиновой лодке, наверное, все-таки это будет что-то такое, ну, как сказать, ну, ладно, у нас море не рядом, поэтому я не считаю вообще актуальной такую покупку, ну, то есть вряд ли кто скажет, ах, да, пойду-ка я. В Петербурге есть люди, которые с желанием покупать ледки и кататься в каналах? Да, но это не выглядит прям, знаешь, как вот та лодка, которую ты описывал, там, когда у нее два мотора по 150 лошадиных сил и прочее, но, наверное, все-таки это другая лодка, это что-то более такого романтического характера, то есть какая-то более... Да, ну, у нас есть романтичный, мы покупаем, ну, как Баркебейла, ну, в Парусе. То есть Парусник, да? Парусник, там они, да. Ну, вот опять же, у нас его, собственно, особо некуда девать, поэтому не думаю, что это такая... А в Сочи, может быть, и людей так делают? На юге, да? Ну, они же могут делать, в общем-то, в Финском заливе также как-то выйти в море на чем-то вроде корабля... Ну, там лед много месяцев. но я к тому, что, да, твой, как бы, морской поход будет крайне недолгим. Да, поэтому у нас просто обусловлено географически... Поэтому я тебе спросил, вы не покупаете такие за... Нет, я думаю, что мы ведем себя вот абсолютно одинаково в этом отношении. Я все-таки надеюсь, что... Понятно, что всех нас ждут не самые лучшие времена, но я надеюсь, что мы сможем их как-то пережить достаточно быстро, потому что, если не шутить, конечно, мы все беспокоены этой ситуацией, понятно, что какая-то... В ближайшие месяцы нас ждет какая-то здоровенная жопа, то есть я прям представляю себе вот крайне отчетливо, но... И да, я пока не собираюсь покупать золотые сани или что-то там тебе представлял. Окей. Хорошо, давайте на этом закончим наш выпуск на сегодня. Вы слушали подкаст «Давай спросим у итальянца». Чао. Абьямо финито? Почти. Почти. А на сегодня все. На сегодня все. А престо. Красавчик. Чао. Чао. Меня зовут Сергей Местер. «Давай сид ржак». Что? Что я просто рад. Ты рада. Я просто вижу, как у тебя этот рот в луке растягивается. Ты можешь смотреть в другую сторону. Хорошо, давай заново. Ну, звучит странно первый раз. А тебе, что это? Да. Ну, я подумал, о чем он говорит? А ты знаешь, как тяжело бывает справиться с ржаком? Да, знаю. Я знаю. У меня один раз так на экзамене было. Что? Когда я делал экзамен? Да? Да, у меня так было один раз, представляешь? Серьезно? А сколько минут там было? Я не помню. Ну, я помню, что факт такой был, да. Неудобно, да? Неудобно. Давай говорим неудобно. Подожди, какие у тебя варианты есть? Не, фигура не мерда. А, фигура не мерда. Ну, можно и так сказать, да. Мы с тобой ждем, а мы еще будем о грустной теме разговаривать, ты знаешь? А, да, про деньги, да? Нет, про вообще мировой кризис, про кранской системы, да? Ну, че не те да ридеры. А, нет? Ну, че не те да ридеры. Вот мы над вами и посмеемся, да?